Супер Алиса Я закончила журфак Казанского университета Казанского? Казанского, да, которому 200 лет, да, в Татарстане Но никогда не занималась этим, а закончила, потому что там было учиться легче всего Понимаю, и чтобы еще легче жилось, решили пойти в певицы? Ну да, ну чтобы фотографировать тебя, я фотографировала и придумала разные наряды А потом мне надоело приводить их Вместе с вами сегодня у нас в гостях ваша дочка? Марьян, просто Марьян Костюмчик сами сшили? Да Не супер Марьян, просто Марьян Просто Марьян Хорошо А сколько лет назад вы решили развернуть свою карьеру в сторону музыкальной какой-то стези? Ну, я думаю, два или два с половиной года назад Успехи впечатляют Вот прочитал, что стиль, в котором вы исполняете свою музыку, называется «Исламский синти-поп» Ну, не я должна придумывать, какой у меня стиль Ну, кому-то, ну, это одно из названий, ну, синти-поп, да Вас устраивает? Исламский синти-поп? Ну, нет, синти-поп, у меня есть песни и синти-поп, и есть песни в стиле техно Разные-разные Понятно, что меня больше интересует составляющая исламская, нежели музыкальная Ну, если, например, человек мусульманин, и это, конечно, отражается на его творчестве Потому что творчество... Вы мусульманка, и это отражается в вашем творчестве Ну, я думаю, что да, там нет ничего такого, что противоречивало моему вероисповеданию Да, более того, я думаю, что количество мусульман, наверное, увеличится после прослушивания вашего альбома Потому что в нем есть такие слова Полезные советы я вам здесь пропою, не пейте алкоголь и не кушайте свинью Ну, да, это же вредно Конечно, а вот еще есть такая, запомните, пока танцуют ноги, надо думать о великом боге Запомните, пока танцуют ваши ноги, надо думать чаще о великом боге Надо? Ну, конечно, человек рожден для того, чтобы поклоняться богу Даже в момент танца? Ну, всегда Все, что он делает, он должен делать с мыслями о боге, конечно И тогда у него все будет хорошо получать То есть, в общем, синти-поп, он исламу не противоречит? Ну, музыка, я думаю, что не противоречит Не противоречит? Ну, нет, а что там такого? Я ее не знаю, я же не мусульманин Это вы мне скажите Не противоречит? Нет, не противоречит Хорошо То есть, я не знаю, конечно, но мне кажется, что не противоречит Да и вообще, наверное, когда вот так вот со исламских позиций, наверное, дела лучше идут Потому что я знаю, что ваша супергруппа-суперолицы, это вроде как семейный подряд То есть, мама-программист пишет вам песни на татарском языке, а муж, кинофантаст, снимает клипы Да, еще танцует муж Муж танцует? Да Хорошо, а вы пока не танцуете, потому что дочке всего один месяц Ну, и вообще, ну, мусульманки, мусульманка не должна как-то, как-то вульгарно вытанцовывать на сцене Я стараюсь, я веду себя очень скромно и достойно По мусульманке танцует? Немножко Ну, так практически не танцую Я, на самом деле, был в мусульманских краях, таких вот совсем-совсем мусульманских Там как-то вот этот вот миф о какой-то уж совсем недоступности исламских женщин, он развеивается, потому что из-под платка хиджаба, я вот смотрю, у девушек дико яркие помады торчат из-под вот этих вот традиционных нарядов Какие-то ярко-розовые кеды, и они поверх паранжи могут плеер носить То есть, в принципе, мусульманские девушки, они могут одеваться модно Да, конечно, они и должны, ну, как бы в одном из хадисов написано, Аллах красивый и любит красивое А мусульманские девушки, они должны одеваться красиво, ну, главное просто, чтобы они не одевались сексуально, главное, чтобы у них было открыто только лицо Нет, не подчеркивать, только лицо и кисти рук должны быть открыты, а остальное, они могут, конечно, одеваться в яркие ткани, красивые сумки Они могут закрывать так, как им подсказывает эстетическое чувство Вот, например, такие вот, как сказать, люминесцентные брюки, они шариату не противоречат Ну нет, они же, они широкие, они, ну да, конечно, шальвары Шальвары, угу Я читал, что вы, в принципе, в планах имеете, как бы, вот, разрабатывать какую-то модную линию для мусульманских женщин Ну, я думаю, даже не только для мусульманских, вообще, вообще для нарядных женщин Для нарядных женщин с мусульманским уклоном Ну, не с мусульманскими, ну, можно сказать, да, с мусульманским уклоном А вообще, ничего, не беспокоим ребенка? Да нет, она счастлива Алсу, которая до вас высоко держала эту планку Сейчас на обложках мужских журналов, в одном купальнике, на рекламах мобильных телефонов Вы обнимаетесь с какими-то мужчинами Да и вы, вроде, в клипе там тоже как-то обнимаетесь А клип это до Клип это был три года назад, да А потом, что-то вы пережили какой-то такой вот Да, да, пережила А что вы пережили? Расскажи, пожалуйста Ну, я встретила своего вот мужа И мы прочитали такой, ну, мусульманский свадебный обряд Называется Никах, во время которого человек принимает мусульманство И после этого как раз я стала писать все другие песни То есть сначала была только песня ВМ И я была такая, как будто бы, ну, как патушница Космическая Такая с начосами, не космическая, а такая восьмидесятническая, такая смешная Вот И у меня была песня ВМ на русском языке А потом, вот когда я вышла замуж, приняла мусульманство И тогда началось все мое вот основное творчество Все остальные песни я уже написала потом А песню, ну, клип ВМ я поставила в альбом сознательно Чтобы, ну, можно было проследить эволюцию своего образа От того, что вы в окружении многих мужчин к тому, что вы теперь в хиджабе Нет, от того, что я была с перманентом и с начосом До того, что я теперь в хиджабе Теперь никто не узнает, какая у вас прическа никогда Только муж Понимаю Завидую мужу А вообще, как бы, вот Прежде обращение, вот эта вот какая-то космическая и ВМ-ная тема Она была для вас важна? Да, ну как Не знаю, насколько важна Ну, вот, ну, судя по песне, наверное, важна Но сейчас, мне кажется, важнее Понимаю Раз была космическая тема для вас важна То, не знаю, хочется сделать вам подарок В плане подарка покажу Тоже космический репортаж Подготовил Александр Рустинов